В Беларуси завершается регистрация на централизованный экзамен. На ЦТ она продолжится до 22 апреля. В этом году оба испытания пройдут в единые сроки для всех. И для выпускников 2024-го, и для тех, кто окончил школу в прошлые годы. К слову, в мае учреждения образования республики выпустят более 55 тысяч 11-ти классников. Более 200 дронов жители передали армии после запрета на их хранение. Летательными аппаратами пополнился парк соединений и воинских частей сил специальных операций. Ещё одна партия беспилотников готовится к отправке в Военную академию Беларуси. Указ о запрете на покупку, продажу и хранение, напомним, начал действовать 25 марта. В республике снимут игровой художественный фильм, посвящённый подвигу героев Беларуси – военных лётчиков майора Андрея Нечипорчика и лейтенанта Никиты Куканенко. Картина носит рабочее название «Одно на двоих». Съёмки запланированы на 2025-й. Уже прошло первое совещание, на котором обсудили сценарий, актёрский состав и общую концепцию. В Бобруйске продолжается обследование торговых объектов. Накануне Управления торговли и услуг горисполкома и Бобруйский городской совет депутатов провели совместный рейд по двум крупным сетям города. Акцент делается на ассортиментный перечень, товары белорусского производства, выкладку продукции, сроки годности и наличие ценников. 9 апреля с 10 до 12 часов Управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома проводит электронную ярмарку вакансии. Соискатели могут изучить перечень профессий, предлагаемых нанимателями, условия работы, а также направить резюме и получить консультацию. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте бобруйск.бай